Здравствуйте! Ну никак в Самаре старт отопительного сезона не обходится без ЧП, и есть ощущение, что их могут провоцировать намеренно в чьих-то интересах. Но вот зато как красиво все упаковывают! Вот ситуация в Коммунэнерго, организации, которая поставляла тепло сразу в несколько районов Самары, и которая отстранили от этой работы под предлогом, как читал сам в СМИ, недопущение создания чрезвычайной ситуации, а согласитесь, отсутствие отопления в большом количестве домов, это уже чрезвычайная ситуация и для властей, и для жителей. Причем смысл этой трактовки можно было понять как некую осознанную злую волю Коммунэнерго, мол, организации почему-то просто не дают тепло в дома. А вот зато когда в эти котельные зашли другие организации, тепло сразу и появилось. Странная ситуация. То ли в Коммунэнерго руководство в конец долбанутое, то ли там все-таки что-то другое. Тем более обставлено все по-взрослому. Уголовные дела, обыски, выемки документов. А вот когда стал в теме разбираться, очень интересно получилось. Оказывается, тепло Коммунэнерго не давало потому, что газовики им не давали газ. И топить котельные было просто нечем. А вот зато новым фирмам газ тут же дали. А не давали газ из-за долгов. Но самое интересное, это позиции сторон. Как мне объяснили в Коммунэнерго, они от долгов не отказывались, платить были готовы, но по возможности. Ведь при том, что их долг порядка 50 миллионов, им самим управляющей компанией должны больше 100 миллионов рублей. Да, собственно говоря, мы не отказываемся платить. Были некоторые предложения по поводу оплаты данной задолженности. Ну, в частности, переуступка долга управляющей компанией в пользу газовиков. То есть, чтобы они напрямую с них свои деньги получили. Да. Вот если бы с Коммунэнерго все расплатились, а они бабло зажали и платить не хотят, то да, уроды, привлекать надо за создание чрезвычайной ситуации. Но вот когда у тебя дебиторка больше 100 миллионов, а кредиторка всего 50, то картина совсем другая. Претензии как-то сами собой переадресуются другим фигурантам. Управляющие компании сами долги свои признают, но добровольно платить не хотят. Вот все и увязло в судах. А газовикам стрясти долги именно с Коммунэнерго настолько приспичило, что вот именно им газ перерубили и договор разорвали. И создали все условия для того, чтобы работать было просто невозможно. Тем самым, по-моему, как раз и спровоцировав угрозу возникновения чрезвычайной ситуации. Где логика? Ведь и та организация, которую сейчас завели на котельной, им тоже должна сопоставимую сумму 28 миллионов. Но им газ дают. Вот и возникают вопросы, кому выгодно нагнетать и почему нельзя было договориться по-хорошему. Есть ощущение, что нужен был скандал, да так, чтобы крайними выставить Коммунэнерго. Его и организовали. Вот реально ситуацию довели до грани, когда властям нужно немедленно было вмешиваться и действовать без оглядки. Кто прав, кто виноват. А разбираться с этим уже можно после. Когда у людей батареи потеплеют, это понятно. Но непонятно, зачем работающие предприятия гробить.